Следующим измерением в этих семи измерениях является свадиштана. «Сва-ди-штана» переводится как «обитель вашего Я». Когда вы делаете свадиштана садхану, она дает вам определенную свободу. Само «Сово» в Индии, движение за свободу называлось «Сва-тантра». «Сва-тантра» означает «технологию вашего Я». «Сва» — это «Я», «Тантра» — это метод или технология, путь к свободе. Потому что самая большая привязанность в том, как мы воспроизводимся. Самое сильное стремление — это стремление к продолжению рода. Оно связывает людей на уровне тела, ума и эмоций. Итак, свадиштана и свадиштана связаны. То есть вы нашли тантру, чтобы освободить себя от такого рода проблем или такого рода компульсивности, потому что теперь ваше «Я» совершенно свободно. Одним из важных аспектов является то, что если ваше свадиштана раскрыто определенным образом, то ваша способность создавать на самом низком уровне, она является чисто репродуктивной, но на самом высоком уровне вы можете создать Бога, если захотите. Так возникла технология создания Бога. Тот, кто обладает абсолютным контролем над своей свадиштаной, способен создать то, что считается божественной сущностью. Из всего, что мы можем сделать в этой системе, свадиштана – один из самых сложных и красивых способов воздействия. Но это также опасно, потому что если вы переусердствуете, вы можете обрести себя, но потерять свое тело. Прекрасное «Я», но без тела. Это может случиться, если вы будете задействовать ее слишком много или потеряете над ней контроль. Многие из тех, кто создал божественную сущность, считали, что одного раза достаточно, одной сущности достаточно. Они отдали себя этому и ушли. Либо они отдали себя полностью и из-за этого растворились. Только некоторые сохранили возможность сделать большее. Создать Бога можно только, если работают все остальные измерения. Можно создать Бога и остаться живым, сохранив при этом свои способности, только если все остальные шесть измерений одинаково активны. Это возможно только тогда. Нас кто-то породил. Это тоже важно. Мы не говорим, что это не важно. Это тоже важно. Поэтому мы здесь. Это также важный аспект. Но наивысшая форма созидания — это создание божественной сущности. Итак, одно из измерений Свадиштаны в том, что если вы позволяете или стремитесь вывести ее за рамки естественных инстинктов, которые, по сути, являются инстинктом воспроизведения рода, вы должны понять это. То, что называют сексуальностью, не имеет отношения к сексуальности. Природа побуждает вас к воспроизводству. В современном обществе секс преподносится так, как будто у него есть собственная цель. Да, люди используют его, чтобы привязать себя друг к другу. Однако, по своей сути, стремление тела — это инстинкт размножения. Если бы его не было, нас бы сегодня здесь не было. Однако, если вы хотите попасть куда-то еще, а не только быть циклом жизни, если вы хотите выйти за пределы этого цикла, тогда преодоление этих измерений приобретает большое значение. Того, кто овладевает своим ладарой, называют каякала. Он становится подобным камню. Он стремится к тому, чтобы тело прослужило тысячелетия или даже больше. Тот, кто делает свои штаны садену, получает прилив энергии. Он может создать Бога, но при этом потерять свое тело. Если привнести в манипу руку какой-либо звук, то, не открывая рта, само тело будет реверберировать этот звук. Человек, в котором доминирует анахата, начинает слышать разное. Даже достаточно уравновешенный человек может сойти с ума. Как только активируется вишульди, человек становится способен на оккультные практики. Естественным образом он начинает притягивать к себе бестелесные сущности. Агна означает ясность. Она дает огромнейшую свободу. Сахасрар — это полное безумие. Как только энергии касаются сахасрар, вы впадаете в экстаз. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова